Здесь этот хомут смог одеть только вот такими щипцами, вот так вот раз и она защелкнулась. Родной хомут пробовал сначала круглогубцами, никак зажать не мог. Затягиваю коллектор. Поторопился я поставить крышку на клапан вот эту декоративную. У нас же здесь еще патруба подключается. Это у нас здесь снизу, это у нас идет сюда. Сюда. Да. Да. Дисплетний чип. Нажимаем. Наши вау. Продолжение следует... Продолжение следует... Закручиваю... Подключаю разъемы... Это у нас на датчик давления масла идет вниз... Эти я отсюда снимал... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас вот клапан воздушный... Пробочка... И вот клапан воздушный на патрубке... Тоже пробочка... Теперь ставлю корпус воздушного фильтра... Ставлю новый фильтр... 1444... ТК... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закручиваю крышку... Продолжение следует... 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 и смотрим чтобы у нас механизм взвелся вот до этой прорези стрелочка вот она посередине стоит придерживаю ключ и затягиваю ролик вот и все ролик натянул теперь снимаю штифты нет пока я штифты снимать не буду я сначала поставлю нижнюю крышку поставлю нижнюю крышку поставлю шкив а потом уже штифты сниму потому что мне еще надо затянуть шкив а шкив нужно затягивать со штифтами крышку нижнюю поставил сразу поставлю на место подушку потому что двигатель у меня под домкраченный и кронштейн установлю поднимаю автомобиль затягиваю шкив коленвала болт буду использовать новый крышку если вы будете делать то я будем купить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, подушку затянул, ставлю на место расширительный бачок Поднимаю автомобиль Ставлю шкив коленвала Беру новый болт, новый болт оригинальный Номер его 051-660 С герметиком идет Затягивается 40 ньютонов метров И потом доворот на 40 градусов Так, 40 затянул, теперь доворот 40 градусов Тоже конструктив Все, затянул Ну вот теперь-то можно скидывать Штифты Сначала снимаю Штифт коленвала Вон он стоит, я его сейчас по сатижам зацеплю Все, вытащил Ну и пока снизу На коллекторе, на выпускном Одеваю хомут И закручиваю его Разжимаю его Вот такими разжимными Круглогубцами Все Одел хомут Теперь вставляю болт Вставляю Фиксатор со второй стороны И закручиваю гайку Затягиваю Все, хомут затянул Поправил Поправил его Выровнял Штифт снизу я снял Теперь сливаю масло И откручиваю фильтр Залью новое масло Новый фильтр Беру новый фильтр 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 оригинальный 1109АЛ Смазываю ему резиночку И прикручиваю на место Заливаю новое масло Масло буду использовать Фирмы Total 5В40 Номер для заказа его идет 148-597 И закручиваю Уровень пока не выставляю, заведу, потом уже выставлю уровень. Снимаю оба штифта. И второй. Накидываю приводной ремень. Ремень беру новый, оригинальный 5750WP. Ремень беру новый, оригинальный 5750WP. Вот схема установки приводного ремня. Накинул ремень. Проверил все по ручейкам. Теперь беру ключик, одеваю его на болт натяжного ролика, и ключик на 16 и поднимаю его вверх. Второй рукой длинными круглогубцами вытаскиваю штифт. Вот он штифт. Отпускаю ролик. Ремень приводной установлен. Теперь кручу коленвал. 4 делаю полных оборотов. Можно сделать больше. Проверяю, не упираются ли клапана в поршни. Я знала еще что-то уб given. Основ teeny пväсть. Болельчинство, растительное тесто. Инуждение 200г. Через обратно, раскрести муфы. все прокрутил 8 раз ничего не упирается компрессия есть пробуем запустить антифриз я пока не наливаю сейчас запускаю заливаю антифриз и закрываю крышку великолепно запустился сразу заливаю антифриз антифриз буду использовать фирмы синтек зеленый g11 ну и пока залил колпачок откручиваю воздух спустил и также откручиваю колпачок вот здесь на патрубке тоже воздух спускаю я показывал прямо на верхнем патрубке находится вот он здесь под пальцем воздух весь еще из системы не вышел где-то он сидит хотя два спускных краника я воздух спустил но ту емкость что я слил я еще не залил ставлю крышку все крышку я прикрутил масло в полу уровня петровая банка для заказа 166 243 ну а теперь запускаю пусть работает прогревается и надо будет спускать еще воздух системы охлаждения где-то сидит очень хорошая это ну вот 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 Ладно, пусть прогревается Все, двигатель прогрелся Еще немножко какое-то время он потрясся, выровнялся И сейчас работает устойчиво Все равно какая-то незначительная вибрация на двигателе есть Но перебоев нет По системе охлаждения воздух с этих двух колпачков спускал не обманул Раз 8-9 Каждый раз подливаю, спускаю, подливаю, спускаю Вначале завел, начал греться Начало давить через открытую пробку, через расширитель Начало давить через верх Вот видно подтеки Открыл на печку, который воздушный клапан Воздуха вышло очень много Залил, в общей сложности у меня ушло почти 7 литров Сейчас работает автомобиль устойчиво Все прогрелся Заводится, погреться с полпинка Обороты берет нормально Горит чек Посмотрел, ругается на катализатор Что там с катализатором, я не знаю Но он, в принципе, и горел до этого чек у человека А так, в целом, все нормально Обороты стабильные, держит 700 Продолжение следует... Все Ставлю подкрылок Ставлю защиту И на этом ремонт головки я закончил Всего вам доброго